Я на самом деле начну с самого начала, просто для того, чтобы в конечном итоге у всех отложилось. Это опухоль редкая, я не знала, как будет построена презентация у Оксаны Петровны, у Григория Владимировича, поскольку иногда, готовя наши вебинары, мы общую делаем презентацию, просматриваем, кто на чём будет делать акценты. Здесь была немножко другая ситуация, не было возможности посмотреть презентации всех для того, чтобы в конечном итоге от мероприятия осталось общее правильное впечатление от той или иной опухоли. Поэтому, говоря про карциномы Меркеля, я всё равно начну с того, чтобы показать вам то количество клинических примеров, потому что всегда это может быть по-разному, и не всегда мы будем думать здесь про карциномы Меркеля, и мы будем чаще думать про какие-то другие опухоли, лимфопролиферативные заболевания или вообще какие-то доброкачественные процессы на коже, увидя первые клинические проявления ещё до того, как появится какой-то узел 3-5 сантиметровый, который вырос за 2 месяца. Тут, конечно, сомнений ни у кого уже не возникнет, что здесь есть какой-то злокачественный процесс, и пациент будет направлен на биопсию. Но когда он первый раз обращается с небольшим, как они называют это, вот у меня тут прыщичек появился на коже, то идут они к дерматологу, то сегодня не каждый дерматолог настороженный не каждый раз рассматривает пациента как потенциального пациента с опухолью кожи, хотя, конечно, ситуация сейчас улучшается, и дерматоскопически мы можем увидеть признаки, которые характерны просто для злокачественного новообразования, там не будет каких-то специфических характерных именно вот исключительно для карциномы Меркеля признаков дерматоскопических, но это будут просто признаки злокачественного новообразования. Поэтому, конечно, злокачественность на первом приеме дерматолог определить может. И здесь, конечно, важно настороженность и онконастороженность и наличие дерматоскопа. Но, тем не менее, иногда узел располагается глубоко, и выглядит это как воспалившаяся атерома, и часто в направительном диагнозе так и звучит. Воспалившаяся атерома, которая не отвечает на антибиотикотерапию, когда пациента уже направляют после второй-третьей линии антибактериальной терапии на биопсию, потому что увеличивается в размерах, так еще и воспаление не проходит. Странная ситуация. И, конечно, здесь наша задача своевременно просто направить пациента на биопсию. Биопсия – это не цитологическая диагностика. Старайтесь избегать цитологической диагностики при диагностике любой опухоли кожи, будь то базально-клеточного рака кожи, будь то плоскоклеточного рака кожи. Сегодня важно выполнять панч-биопсию. Это быстро, просто, удобно для того, чтобы морфологически доказать тип злокачественного новообразования. Это очень важный момент, когда мы планируем мосхирургию, когда мы планируем подход к хирургическому лечению у конкретных пациентов с различными злокачественными новообразованиями кожи. И говоря про пациентка, обратилась в Московской области, все было быстро сделано, была проведена сразу биопсия. За две недели проведена иммуногистохимическая диагностика, был доказан процесс, и она была направлена к нам уже с установленным диагнозом карциномы Меркеля. И доктор, когда мы всегда стараемся получить некую обратную связь и связываемся с теми, кто проявил себя хорошо или не очень хорошо, и о каких-то моментах разговариваем, мы поняли, что доктора обучались на наших школах, и, в общем-то, это помогло действительно своевременно подумать о том, что у пациентки может быть злокачественная опухоль кожи. Здесь была достаточно быстро проведена биопсия своевременно при обращении, профологическая диагностика. И когда мы говорим о том, какой же объем обследования нам сделать, и сегодня этот вопрос был, мы видим, что примерно до 20% пациентов стадия увеличивается по данным ПЭТ-КТ. Поэтому рентген грудной клетки и ультразвук – недостаточный объем обследования для пациентов с карциномой Меркеля. Даже если у пациента опухоль размером 1 см, даже если нам кажется, что это первая стадия, то все равно эти пациенты подвергаются объему обследования ПЭТ-КТ в режиме «всё тело» с тордезоксиглюкозой. Именно с тордезоксиглюкозой, ни с каким другим рентген-контрастным препаратом. И это исследование было опубликовано, опубликовано не так давно, когда действительно было показано, что это очень важное исследование. А если мы пропускаем, по сути, да, вот, казалось бы, рентген-узе есть, опухоль 1 см, ну, что опухоль кожи 1 см, для кого это проблема? Да ни для кого это не проблема. Мы пропускаем, по сути, метастазы в лимфатических узлах или в других органах, то, конечно же, мы откладываем своевременное начало лечения такой агрессивной болезни. Показатели выживаемости для этой болезни – смертности, точнее, выше, чем от меланомы кожи, даже при использовании сегодня современной иммунотерапии. Таким образом, мы выполнили ей ПЭТ-КТ и МРТ для того, чтобы лучше спланировать объем хирургического лечения. Образование 17 на 12 на 17 мм. Выполнили хирургическое лечение биопсии стражевого лимфоузла. Показываю поэтапно на коленическом примере, чтобы хорошо запомнилось. И это было в июне 2020 года. Почему это важно? Важно понимать, что мы должны планировать последующее лечение. Последующее лечение в виде лучевой терапии, о которой говорила Оксана Петровна. Эти данные тоже были представлены на Конгрессе. Обновленная публикация не вышла еще в свет. Но мы понимаем сегодня, что пациенты, которые не получают лучевую терапию в послеоперационном периоде, это те пациенты, у которых развивается рецидив с высокой долей вероятности. Если пациенты получили лучевую терапию на зону первичной опухоли, даже если там был R1 или R0, то все равно эти пациенты имеют лучшие показатели безрецидивной выживаемости. И нет необходимости в проведении лучевой терапии при опухолях низкого риска. А какие это опухоли? Менее 1 см в диаметре. Часто мы это видим? Редко. Пока установят диагноз, будет точно больше 1 см. Морфологические негативные края резекции, отсутствие лимфоваскулярной инвазии, состояние иммуносупрессии, потому что часто это иммуносупрессивные пациенты, отрицательный результат биопсии сторожевого лимфоузла и локализация не в области головы и шеи. Идеально, чтобы все эти факторы совпали. Маленькая опухоль где-то на туловище удалена, все хорошо отпустили под наблюдение. Но если это опухоль в области головы и шеи, как у этой женщины, больше 1 см, то, конечно же, мы провели ей лучевую терапию. Спасибо, Оксана Петровна. Что делать дальше? И вот тут мы переходим к лекарствам. Насколько сегодня мы можем использовать адъювантную терапию, как мы используем ее в меланоме, ни для кого уже не секрет, и 2b, 2c уже является показанием для использования адъювантной иммунотерапии. Что мы имеем здесь? Исследование второй фазы, все стадии после операции, рандомизации 2 к 1, на неволумап и наблюдение. И мы видим, что, в общем-то, показатели безрецидивной выживаемости не различаются статистически значимо. Хотя есть некая тренд, тенденция, но, тем не менее, на сегодняшний день адъювантная иммунотерапия не используется у этих больных, потому что она не доказала своего преимущества. И мы должны шире использовать возможности лучевой терапии, в дальнейшем динамического наблюдения, более плотного, что называется, каждые 3 месяца для того, чтобы своевременно выявить прогрессирование болезни и уже тогда начать иммунотерапию. Адъювантная терапия – исследование, которое на сегодняшний день в ходу, и мы видим, что часть из них уже приостановлена в связи с завершением набора, и рассматривается вопрос об увеличении количества включенных пациентов. Это исследование с пембролизумабом. Третья фаза по сравнению с динамическим наблюдением. Тут все стадии, с первой по третью, что еще раз подчеркивает агрессивность этой опухоли. Вы видели исследование с первой стадии при меланоме адъювантной иммунотерапии? Ну, их нет. В карциноме Меркеля это и есть. И исследование третьей фазы с авилумабом. Третья стадия – безрецидивная выживаемость. Здесь интересно оно тем, его дизайн, что два года лечения. Вся адъювантная терапия, как мы привыкли, в меланоме, в других опухолях – год лечения. По сути, это как бы такая вот классическая история. Здесь продумали о том, чтобы давать иммунотерапию до двух лет. Это не тот режим каждые две недели, да, там интервалы увеличиваются, и потом это каждые три месяца, но иммунотерапия идет как такой вот поддерживающий компонент до 24 месяцев, либо до рецидива, если вдруг он случился. Поэтому мы с нетерпением ждем, на самом деле, результатов этого исследования. Будет интересно посмотреть, что же получилось благодаря двум годам иммунотерапии у пациентов именно с третьей стадии болезни. Но как это выглядит в клинической ситуации? Как правило, к нам приходят вот такие пациенты. Сейчас все меньше таких пациентов, но до сих пор они остаются. И если мы посмотрим исторически на метастатическую, неоперабельную форму, местно распространенную, то медиана выживаемости без прогрессирования – 2-3 месяца. Общей выживаемости – 4-6 месяцев. Короче, чем медиана общей выживаемости для пациентов с метастатической меланомой раньше в эрухимиотерапии. Это же 9 месяцев, а тут 4-6. Поэтому, конечно, агрессивность этой болезни ни у кого не вызывает сомнений. И то, что сегодня у нас появились возможности ее лечить, конечно же, очень и очень отрадно. И здесь, просто для того, чтобы было понимание, если мы смогли дать в первую линию химиотерапию, показатели трехлетней общей выживаемости не более 10%. Если мы смогли дать иммунотерапию, но уже после химиотерапии, во вторую и последующие линии, это исследование, которое на сегодняшний день имеет пятилетний результат общей выживаемости, то это 26% общая выживаемость в течение 5 лет. А вот если мы смогли дать иммунотерапию в первую линию, это исследование с пемброзумабом, трехлетний результат общей выживаемости, то 60% пациентов переживают трехлетний период. Поэтому, конечно, чем раньше начата иммунотерапия по поводу метастатической или местно распространенной неоперабельной карциномы Меркеля, тем лучше. И я помню, были дискуссии, которые сейчас прекратились, но несколько лет назад, еще когда только появились данные об эффективности иммунотерапии, понимая агрессивность болезни, эксперты на конференциях международных обсуждали, а вот страшно же, ну страшно, опухоль так быстро растет, а мы даем иммунотерапию, она растет и растет на глазах. Может быть, дать любимый топозит с платиной. И опухоль уменьшится, и жизнь прекрасной покажется по аналогии с мелкоклеточным раком легкого. Но вот тут так не работает. И тогда говорили, нет, надо изменить парадигму, нужно изменить свое представление о болезни. Если опухоль иммуночувствительна, то вы увидите хороший результат даже при больших распространенных опухолях. Не нужно давать химио-иммунотерапию, нужно начинать с иммунотерапии в чистом виде. Химиотерапия не приносит того преимущества. Химиотерапию вы успеете дать во вторую и в последующие линии. Но опять же, если возможность, иммунотерапия в первую линию есть. И, конечно же, как бы это слайд Паска 23 года, просто демонстрация того, что иммунотерапия в первую линию – да. Да, в первую линию. Нет возможности, не получилось, получил пациент в первую линию химиотерапию, дайте во вторую и в последующие. Но если мы можем дать ее чем раньше, тем лучше, тем лучше это будет для пациента и для его отдаленных результатов. Но это не прямое сравнение. Те результаты, которые мы на сегодняшний день имеем по вилумабу, по пебролизумабу, по неволумабу. Но по сути мы понимаем, что антипедия-1 или антипедия-1 терапия на сегодняшний день – терапия выбора для пациентов в первой линии терапии карацинома Меркеля. И мы в свое время имели возможность получить опыт с иммунотерапией у пациентов с распространенной формой карацинома Меркель в программе раннего доступа. Когда еще не была зарегистрирована иммунотерапия для этой болезни, когда мы еще не имели данных о том, чтобы мы вот так широко использовали пебролизумаб, который мы сегодня используем, например, или авилумаб. На тот момент авилумаб еще не был зарегистрирован, и мы имели возможность использовать его в рамках программы раннего доступа. Благодаря тому, что большое количество пациентов наших смогло лечиться в рамках этой программы, мы стали с авторами публикации, которая вышла в зарубежном журнале, наряду с другими известными коллегами, которые занимаются не только карацином Меркеля, но и меланомой, и в целом опухолями кожи. Частота объективного ответа составила 48%, при этом мы видим, что высокая частота и полных ответов, что еще раз говорит о том, что, в общем-то, эта опухоль чувствительна к иммунотерапии. И если у вас есть возможность дать иммунотерапию в первую линию, то нужно это делать. И наш опыт на сегодня – это 48 пациентов с распространенной формой карациномы Меркеля, и уже 3 пациента в неоадювантном режиме. Это пациенты с метастазами в регионарных лимфатических узлах. И двое из пациентов уже соперировано, у них полный патоморфологический ответ после трех введений пембролизумаба. И один пациент в настоящее время оперируется, мы ожидаем результатов морфологического исследования, но рентгенологический ответ у него частичный ответ. Поэтому, конечно, сегодня возможности иммунотерапии потихонечку переходят в более ранние стадии и не только для распространенной формы карациномы Меркеля, но и в неоадювантном режиме в рамках исследования. Пока это не рутинная практика. Пока у нас нет данных опубликованных, на которые мы могли бы четко ссылаться, назначая этот подход для пациентов с карациномы Меркеля. Поэтому, если у вас такой пациент есть, с такой клинической ситуацией, вы можете его направить к нам, и мы начнем, если будет понятно, что и пациент понимает, на что мы идем, с проведения иммунотерапии в дооперационном этапе. И изучение различных иммуногистохимических маркеров, которые мы, конечно же, в последующем опубликуем. Но каждый раз, говоря с пациентом, очень важно понимать, что пациент может не ответить. Да, вот у нас три из трех, мы как бы... У нас получилось пока. Сколько будет неответов, мы не знаем, посмотрим. Но понимая, что эта опухоль чувствительна к иммунотерапии, понимая, что наличие пораженных лимфатических услов дает дополнительную возможность для реализации иммунного ответа, то, может быть, это действительно те пациенты, которые выиграют. И те данные, которые были опубликованы по нейлодевантному исследованию в 2021 году, для Нивулумаба там немножко другой был дизайн, меньше период до операции, потому что боялись людей не оперировать, потому что они могли прогрессировать, начать, поскольку опухоль агрессивная. Но мы видим, что показатели безрецидивной выживаемости в течение двух лет наблюдения после хирургического лечения практически 100%, то есть они не прогрессируют, благодаря всего лишь одного-двум введениям иммунотерапии до операции. Поэтому, конечно, это опция выбора, но в рамках исследования, поэтому, если такая необходимость будет, можете направлять к нам пациента. Но, говоря про то, что мы можем делать еще, конечно, понимая, что опухоль чувствительной коммунотерапии, а не сработает ли там комбинация и песниво. И вопрос такой, который задается, и, в общем-то, который мы себе некоторое время назад задавали, и у нас было несколько пациентов, которые получали эпилемумаб в том или ином варианте, по возможности, что называется. Но здесь исследование первой и второй фазы, и мы видим, что комбинированная иммунотерапия тоже дает свое преимущество у этих пациентов. Конечно, лучше в первую линию, чем во второй, но в первую линию сегодня стандартом все-таки является монотерапия антипедиадин. Показатели безрецидивной выживаемости не так ярко различаются, но различаются от линий. Конечно, когда мы даем иммунотерапию во вторую и последующей линии, мы понимаем, что мы снижаем ее потенциальную эффективность. То есть, если мы ее сможем дать в первую линию иммунотерапии, то это лучше для пациента. То же самое мы видим и для общей выживаемости. Если мы говорим про назначение иммунотерапии в зависимости от линии, то, конечно, в первую линию показатели более высокие, чем во вторую и последующие. Но здесь даже интересно, что общая выживаемость ниже для пациентов, получивших эписнивом. Понятно, малое число пациентов, но, тем не менее, сегодня пока золотым стандартом является первая линия монотерапии антипеди-1 или антипеди-Л1. А может быть, пациенту, который не ответил на антипеди-1 терапию, дать комбинацию эписнивом, поскольку, возможно, это повысит потенциально некую чувствительность и дать стереотоксическую лучевую терапию для того, чтобы за счет синергизма попытаться все-таки вернуть чувствительность к иммунотерапии. Частота объективных ответов по результатам этого исследования, это исследование второй фазы, ИПИ-1, НИВУЛУМАП-240. И здесь ИПИЛУМАП вводился в таком растянутом режиме каждые 6 недель. То есть это не просто низкая доза, но еще и такая почечный, в общем-то, режим. Не доза раз в 3 недели. И здесь пациенты, которые раньше получали иммунотерапию и имели на ней прогрессирование болезни. Частота объективных ответов 31%. Поэтому, конечно, для некоторых пациентов, которые способны это лечение перенести, у которых есть доступ к этому лечению, эта опция может быть, но не для всех широко. И, конечно же, сегодня мы видим значительный прогресс в лечении пациентов с карциномой Меркеля. И мы понимаем, что примерно для половины этого достаточно, хотя чуть меньше, чем для половины, на самом деле, поскольку мы примерно у 30-35% нечувствительных исходно говорим, они не будут чувствительны к иммунотерапии. И там только будет химиотерапия потом. Другие, примерно еще 30%, будут чувствительно исходно к иммунотерапии, но потом спрогрессируют. То есть у них разовьется резистентность, у них будет приобретенная, по сути, резистентность к этому лечению. И вот здесь вот уже мы можем говорить про синергизм с лучевой терапией, про другие опции для того, чтобы попытаться вернуть ту чувствительность, которая раньше была. Если пациент сразу не ответил на иммунотерапию, то возможности вернуть эту чувствительность, или сделать так, чтобы он стал чувствительный, они близки к нулю. Поэтому тут важно разделять для себя, какой пациент перед вами на приеме. Тот, который отвечал на иммунотерапию раньше и спрогрессировал, или тот, который сразу спрогрессировал. И это очень важно. И пациенты, которые имеют длительный ответ на иммунотерапию, им больше ничего не потребуется. Это то, что, конечно, мы хотим видеть чаще, но не всегда так происходит. И что же делать, если пациент не ответил на иммунотерапию? Переход между антителами неэффективен. То есть, по сути, такой вопрос звучал не только среди наших коллег, но среди европейских коллег. Может быть, поменять антипеди на антипеди или антипеди на антипеди. Вроде же, как бы, другие немножечко точки приложения, но не работает, не надо так делать. Добавите пильмомап, да, можно примерно 30% ответов, особенно если вы еще и добавите лучевую терапию, а если еще и в режиме гиперфракционирования или по типу стереотоксической 1-2, там, ну, радиохирургии или радиотерапии, то будет вам счастье. Но не часто перед нами такие пациенты, которым мы можем облучить там один или два очага, а часто это какой-то огромный конгломерат. И, конечно, здесь мы всегда на консилиуме отдельно обсуждаем таких пациентов и пытаемся уговорить Оксану Петровну облучить. Вот. Поэтому, конечно, очень важен мультидисциплинарный подход в лечении этой когорты пациентов. Ну и, конечно, химиотерапия остается для таких пациентов вариантом выбора. И это здесь будет эта позиция платиной или доксорубицин с циклофосфаном по аналогии с лечением мелкоклеточного рака легкого. Ничего другого не придумали. Буквально месяц назад был так называемый там обед онлайн-трансляции у коллег из Сиэтла, где я много лет назад была на стажировке в 2012 году. И они регулярно проводят подобные встречи, совещания. Они, в принципе, занимаются лечением кратистного Меркеля. Они представили еще неопубликованные такие вот, как они назвали, да, такие, в общем, очень обнадеживающие результаты для того, чтобы все-таки повысить чувствительность к иммунотерапии у пациентов. И фокус идет на иммунотерапию и на различные возможности комбинации анти-ПД-1 антител плюс различные вакцины. Поэтому, конечно, сегодня фокус в лечении пациентов с кратистом Меркеля идет на иммунотерапевтический подход. И первая линия терапии – это всеми нами любимая анти-ПД-1 или анти-ПД-1 иммунотерапия. Благодарю за внимание.